Йоу! Йоу! Всем привет, с вами Сэм Пулывян и добро пожаловать в мою рекламу шампуня. Я шучу, никакая-то не реклама шампуня. Я не мыл волосы уже несколько дней. Энивей! Сегодня давайте пофантазируем. Представьте себе, что один журнал, самый крупный глянцевый журнал в России, захотел собрать просто всю музыкальную поп-сцену страны и снять с ними музыкальный клип. Как бы он выглядел? Наверное, было бы неплохо собрать всех в одном замкнутом месте и показать все сплетни, конфликты и подноготную того, что может происходить между этими артистами в реальной жизни. Ведь люди хотят жести, ведь люди хотят пиздеца, ведь они хотят драки в конце. Окей, кого мы возьмем? Ха, конечно же Бузова. Первая, первая женщина страны, 2018-го, не обсуждая, Бузова будет в клипе. Тимати. Тимати обязан быть в клипе. Киркоров. Киркоров. Не, ну Киркоров, Киркоров слишком высок для этого, может... Засунем Киркорова в конец. Кто там еще был в этом году? Элджей. Элджей и Федук. Обязательно. Да, но если мы позвали Тимати, нужно позвать еще кого-то из блосса. Элван. Элван, пока он окачательный, от них не ушел. И... Нинатан. И мод. Пускай будет мод. В клипе должен быть нейтральный персонаж. Нейтральный персонаж. Антон Лаврентьев. Антон Лаврентьев. Я знаю. Я знаю, что вы не знаете. Кто это? Прогуглите. Чувак с Орлой и Решкой. Так, нужен тот, кто будет зарождать конфликт. Фараон. Да. Фараон идеально впишется во всю эту тусовку. Ему не надо там петь. И еще, Бузовой слишком мало. Не Бузовой дохуя, она может вообще одна участвовать в этом клипе, но... Она говорит, нужно добавить еще, девчонок. Кто у нас там, блядь, поет? Айза. Мне лично нравится Айза. И Караулова. И Караулова, тем более у нее был конфликт с Бузовой. Нужно добавить кого-то такого, кого никто не знает. Непопулярные музыканты. Эльвира Ти. Кристина Си. Это не один и тот же человек. Эльвира Ти. Пускай будет Эльвира Ти. И... И время истекло, а у них смешное название. Значит... Значит, мы берем всех этих артистов, собираем их вместе, в одном замкнутом пространстве. Всех сразу, кроме Фараона, он придет пиздеть. Мы собираем их в ангаре. Это будет одновременно и местодействие, и декорация. Где, блядь, еще зимой можно снимать? Мы сажаем туда всех этих артистов и делим клип на две части. Первая часть это глянцевая, снятая по всем канонам кинематографа. С пиздатой картинкой, спецэффектами, графикой, светом и даже буфетом. А вторая часть... А вторая часть это непосредственно бэкстейдж, где происходит весь пиздец, всенастоящая жизнь, терки между артистами. И в конце это все переходит в дикую драку. Основной конфликт происходит между Тимоти и Бузовой, потому что это два человека, вокруг которых уже построена целая империя. В один момент, в самом начале клипа, Тимоти подходит к Бузовой и говорит, Оль, почему ты пиздишь все мои идеи? Не пизжу, а адаптирую. Они начнут спорить, в конфликт вмешается Антон Лаврентьев, он подойдет со своей гитарой и скажет, друзья, зачем вы ссоритесь? Мы собрались на такое уникальное мероприятие, снять клип все вместе. И тут Тимоти скажет, окей. Слушай, Оля, он прав. И правы, что мы как дети, давай? Давай попробуем подружиться. Кстати, как там твои дела с Бузкоином? Бузкоин, кто-нибудь помнит вообще это дерьмо? Нет, и Бузова о нем забыла. Потом, где-то в середине клипа прекратится музыка, и Бузова будет сидеть с Тимоти за одним столом, и они будут кормить друг друга своей едой. В смысле, Тимоти наложит ей бургеры Блэкстара, а Бузова наложит ему салаты со своего бусфу. Представьте себе Бузову, которая с аппетитом поедает бургеры Тимоти, ей искренне это нравится, она говорит, боже, Тимоти, как это вкусно. С другой стороны, Тимоти, который кушает ее салат, да, Оля, мне тоже очень нравится твоя еда. Да, боже, твои бургеры идеальны. И когда Оля отворачивается, Тимоти берет свой салат и выкидывает его за кадр. А там стоит мод, точно, вот для чего нужен мод. А там стоит мод с ведром. Он ловит салат Тимоти, и клип продолжается дальше. После того, как они померились своими ресторанами, они показывают друг другу коллекцию своей одежды. И точно так же Бузова ходит и восхищается шмотками Тимоти, когда Тимоти говорит, что... Да, Оль, твоя одежда заебись. Но мы видим, что не заебись. Таким образом, конфликт между этими звездами накаляется. Афогей наступает тогда, когда они дают друг другу послушать свою музыку. Как всегда, Бузова сидит и улыбается. Но когда дело доходит до Тимоти, он вдруг не выдерживает. Пиздец, я это слушать уже не могу. Между ними начинается потасовка, Бузова орет на него. Тимоти рвет на ушки, говорит, твоя музыка дерьмо, твоя одежда дерьмо. И салат твой я выкинул в мото. На что Бузова кричит, ах так, начинает рвать на себя волосы. Кидать бургерами в Тимоти, топтать им. На этом заканчивается их конфликт. Еще Бузова. В одной из глянцевых частей ролика идет музыка, и Оля начинает петь. Но она поет не те слова. Режиссер останавливает сцену. Коля подходит к ее продюсеру и говорит, Оленька, это не твой клип. Твой мы снимаем через час. В смысле это не мой клип? Поешь не те слова. И он показывает ей на слова. Начинается следующая глянцевая часть. В этой части мы видим Эльвиру Ти. Она поет свою партию, все происходит хорошо. И мы снова переносимся на бэкстейдж, где сидит Айза и Караулова. Они как две сплетницы, пьют кофе, обсуждают Эльвиру. Айза спрашивает у Караулова. Или наоборот, это не важно. Кто это поет? Я не знаю. Может быть это кто-то из Блэкстара? У них там такая текучка. Когда? Когда клип подходит к своей кульминации, мы видим, как Айза и Караулова в ярости рвут. Обложки популярного журнала с Бузовой кричат. Какого хера она на обложках, а не вы? Ну да, и все в этом роли. Время истекло. Они пришли на клип с собакой и свиньей. Когда я встретил режиссер, он спрашивает. Какого хера вы пришли с собакой и свиньей? На что девочка из группы отвечает? Нам продюсер сказал прийти с этими животными. 2018 год собаки, 2019 год свиньи. Видите логику? Режиссер, мы снимаем глянцевый клип. Здесь нет никакой логики. Ну, на самом деле, в наших клипах тоже ее никогда нет. Дальше начинается глянцевая часть, где время истекло творят какую-то жесть с этими зверями. Еще одна партия с ними, представьте. Ребята из время истекло сидят напротив Айза и говорят ей, время истекло. Понимаешь? Это игра слов. Потом прямой кадр на Айзо. Нет. И на этой шутке построят долгосрочный конфликт, который будет тянуться по всему движению клипа. Когда ребята из группы будут пытаться объяснить свое название. А все вокруг будут делать вид, что как будто не понимают, что происходит. В этот момент, когда конфликты между всеми артистами уже на пределе, на площадке вдруг появляется фараон со всей своей свитой. Впереди него идут несколько доберманов. Они начинают нападать на собаку, которую притащили время истекло. Фарон подлетает к ним и кричит уберите вашу сука. Кого назвал сука? Ты хоть знаешь, кто мы? Мы время истекло. На что фараон отвечает? Какое уебищное звание? Начинают драться собаки. В этой съемочной группе проливает кофе на свет. Световики начинают хуячиться с гаджетой. Чуваки с шайки фарона вообще как будто пришли сюда просто подраться. На заднем фоне рвут волосы Айзес караула. Гузова швыряется бургерами Тимати. Тимати орет. Федук, который, кстати, пришел с картонным Малджея. Просто где-то плачет в углу. А на переднем плане стоит. А на переднем плане стоит Антон Лаврентьев и играет на гитаре. По коридору слышны уверенные шаги. Камера медленно следует за ногами, поднимается, открывается дверь в павильон, она пролетает по всему наряду. Мы видим Филиппа Бедросовича. Он делает так, блядь, делает так и говорит, ну пиздец. Где-то я это уже видел. Конец клипа. Мама, я скажу, с ума. А теперь просто представьте, что этот клип выйдет. Да, мам. Да, мам, привет. Че делаю? Я просто записал на камеру сценарий. Просто фишка в том, что я же знаю, что меня они не смотрят в мой ютуб. И будет забавно, вот я завтра выложу это видео, а они, допустим, да, через месяц сделают по этому сценарию. И это будет очень весело. Да, давай. Целую. Это какой-то конченый бред. Ну было бы забавно, если бы кто-нибудь это снял. Я не знаю, зачем я снял это видео. Но я чувствую, что оно должно быть здесь. С вами был Сэм Половианный. Спасибо, что посмотрели меня. Пока.